Американское внешнеполитическое ведомство результаты первого тура выборов во Франции пока не комментирует, хотя СМИ убеждены, что симпатии Трампа на стороне Липен. Тогда почему его команда это опровергает и какие прогнозы звучат в США? Подробнее Дмитрий Анопченко. В Госдепартаменте Соединенных Штатов в день голосования сообщили журналистам, у нас нет пока никаких заявлений и не ожидается. Что и понятно, когда выбирали Трампа, европейские политики столько всего лишнего наговорили, не веря в его победу. Выводы сделаны. Чтобы не повторять их ошибок, пока второй тур не определит имя нового президента Франции, Вашингтон будет осторожен в оценках. Даже Дональд Трамп, который, как известно, свои твиты пишет лично и особо не сдерживается ни в оценках, ни в выражениях, в этот раз просто прозрачно намекнул. Очень интересные выборы происходят сейчас во Франции, написал глава Белого дома. И по контексту вроде понятно, что он имеет в виду, но ничего конкретного, что может быть истолковано как поддержка Ли Пен или Макрона. Хотя несколькими днями ранее Трамп и прогнозировал, дескать, последнее нападение на полицейских в Париже усилит позиции ультраправых. Сказал, что Ли Пен сильнейшая в вопросах границы, сильнейшая во всем, что происходит во Франции. Корреспондент Associated Press Джули Пейс, которая взяла это интервью у Трампа, была удивлена, ведь традиционно президенты США избегают каких-либо прогнозов о президентских выборах за рубежом. Так Трамп сказал мне, нет ничего необычного. Все делают прогнозы относительно того, кто победит, и я их делаю, как и все остальные. Но сейчас, когда лидеров первого тура двое, новая команда опасается проявлять кому-то из них симпатию. Руководитель президентской администрации даже попытался сгладить ситуацию, дескать, предположения предположениями, но его шеф не на чьей стороне. У него может быть определенное мнение о том, кто, как он считает, может победить. Но, конечно, у него нет предпочтений. А пока американские политики пытаются держать нейтралитет, американские социологи уверяют, что в ближайшем будущем Вашингтону придется все же иметь дело не с Липен, а именно с Макроном. Социолог Нейт Сильвер стал знаменитым после того, как все его коллеги предсказывали победу Клинтон, а он среди очень немногих постоянно твердил, что главой государства будет Трамп. Он же с удивительной точностью предсказал результаты Брекзита и теперь опубликовал новый прогноз. Дескать, ассоциации неверные. Парижский расклад нельзя сравнивать с противостоянием Клинтон и Трампа и его успех не повторить. И что эксцентричной французской даме при всем желании не выиграть. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.